Начнем мы третью лекцию. Зовут меня Дмитрий Башко. И сегодня мы еще раз коснемся морфологии нейрона и его функций. Поговорим о том, как нейрон передает сигнал другим нервным клеткам. Поговорим о его биофизике, а также об электрохимических свойствах. Начнем мы с того, что нейрон – это тип эукариотических клеток. Следовательно, базовые механизмы таких клеток должны работать и в нейроне. Но, как и любая специализированная клетка, нейрон имеет свои особенности. Как в виде профиля экспрессии генов, а следовательно, и наличие специфических белков в клетке, так и морфологически. То есть, наличием особенностей строения. Оба варианта этих особенностей как раз и позволяют нейрону выполнять свои функции. А глия в данном случае может выступать как заботливая служба ЖКХ, а порой и полноценные внутренние войска для нейронов. Любая эукариотическая клетка должна уметь реализовывать заложенную генетическую программу. То есть, уметь в нужный момент, сама или когда ее попросят, произвести необходимое количество требующихся белков, которые могут быть по-разному использованы. Каждую клетку можно представить в виде такого биохимического завода с разного рода цехами, транспортной системой для доставки промежуточной продукции между этими цехами. Транспортной, да, значит, столовой, в которую кормят работников, и штатного крематория по соседству. Как любой завод окружает забор, так и клетку от внешней среды отделяет клеточная мембрана. Она обладает избирательной проницаемостью, что значит, что только определенные типы молекул могут диффундировать через нее. Генетическая информация плотно упакована в хроматин, который располагается в ядре. В ядре же происходит первый этап производства белка на основании гена. Это транскрипция ДНК в МРНК. То есть, когда мы берем один большой чертеж из архива и просто переносим, копируем его себе, на основании которого мы потом хотим построить наши детали. Дальше. Эндоплазматический ретикулум – это сборочный цех. Тут на основании МРНК изготавляются молекулы белков. Происходит это в шероховатом ЭПР. Также производятся липиды, полисахариды и другие необходимые компоненты. Они производятся в гладком ЭПР. Все эти компоненты сортируются в соответствии с тем, куда в клетку их нужно доставить. Аппарат ГОЛДЖИ. Это погрузочно-разгрузочный узел, в котором осуществляется упаковка белков в визикулы. То есть, транспортировать молекулы по одной очень долго, очень дорого. Поэтому лучше их упаковать все в одну большую визикулу и замечательно по транспортной системе, по цитоскелетам доставить их туда, куда нужно. Лизосомы. Лизосомы – это тот самый крематорий. Уничтожение ненужных клетки структур, к примеру, во время замены старых органоидов новыми. Или переваривание белков и других веществ, произведенных внутри самой клетки. Сюда попадают захваченные клеткой внешние агенты. То есть, такие агенты, как, например, какие-то части бактерий и прочего. Лизосомы также отвечают за автолиз, то есть за самопереваривание клетки. Это очень востребованная функция в многоклеточном организме. Метахондрии. Метахондрии – это наша столовая-электростанция собственных нужд. Она занимается обеспечением клеток энергии. И цитоскелет. Цитоскелет – это одновременно и опора, и транспортная сеть клеток. То есть, по ним осуществляется доставка в нужные части клетки тех самых белков. Это первое. А второе – клетка представляет собой еще и какой-то жесткий каркас. Иначе все это клетка была бы такой плоской-плоской лужицей. Понимание структуры клетки и того, как функционируют базовые механизмы, помогут понять, как контролируются процессы на несколько уровней выше. Итак, нейрон. Говорим мы с вами в первую очередь о нейронах. Это не просто эукариотическая клетка. Это узкоспециализированная клетка и структурно-функциональная единица нервной системы. Что отличает нейрон от многих других эукариотических клеток? То, что он электрически возбудим и предназначен для приема извне, обработки, хранения, передачи и вывода во вне информации с помощью электрических и химических сигналов. Типичный нейрон состоит из тела клетки. Все внутренние части у него соответствуют тому, что я говорил на предыдущем слайде. Также, что его отличает? У него есть вот такие отростки, которые называются дендриты, и у него есть аксон. Нейроны могут соединяться один с другим, формируя нервные сети именно с помощью этих морфологических отростков. Одной из главных морфологических особенностей нейрон отличает наличие аксона. Это специальный отросток, по которому сигнал передается дальше от текущей клетки, от текущего нейрона, к следующему нейрону или мышечной клетке. Аксон у нейрона существует только один, в отличие от дендритов, о которых мы поговорим позже. Отсюда возникает, когда у нас отросток только один, то у нас, в принципе, возникает существенное ограничение на количество связей, которые вообще этот аксон может установить. То есть, помимо того, что это количество связей, это еще и количество нейронов, с которыми он может соединиться. Потому что мы не можем запустить один аксон, который из головного мозга отбежит все слои, соединиться там с другими нейронами, а потом еще пойдет соединиться со всеми нейронами в спинном мозге и так далее. То есть, нагрузка при передаче и скорость передачи такой информации одним таким нейронам будет очень высока. Чем больше вы хотите установить связей, соответственно, да, тем длиннее. Помимо того, что аксон должен быть длиннее, он должен быть еще и толще. Потому что чем он будет тоньше, тем быстрее потеряется, тем быстрее затухнет тот сигнал, который вы по нему будете передавать. Концевые участки аксона, здесь на этом слайде они не показаны, но они показаны вот здесь. Вот концевые участки аксона, называются терминали. Они ветвятся, то есть в рамках кончика аксона он может разветвляться, но это существенно небольшие-небольшие отклонения. То есть в рамках установления, допустим, 10 связей с одним нейроном аксон может ветвиться. Значит, каждое такое окончание нейрона образует синапс. Незрелые нейроны имеют несколько небольших отростков, которые при созревании либо становятся аксоном, либо перестают существовать. Подробно о процессах именно формирования аксонов, выборе пути направления роста, возникновению синапсов и моделях, которые описывают эти процессы, мы поговорим с вами ближе к концу курса. Как уже было сказано на предыдущей лекции, аксоны бывают миеллинизированные и не миеллинизированные. Химический состав и структура миеллина, произведенного разными типами глиальных клеток, она различна. Цвет миеллинизированных нейронов белый, отсюда название белое вещество мозга, в противовес серому веществу, это тела клеток. Приблизительно на 70-75% миеллин состоит из липидов, и только на 25-30% он состоит из белков. Именно это свойство отличает его от большинства мембранных структур вообще в организме человека. Миеллин отвечает за сальтоторное проведение потенциала действия. Он уменьшает потерю сигнала в сравнении с не миеллинизированными волокнами. Однако в случае ЦНС, то есть центральной нервной системы, может требовать большое количество энергии на поддержание нужной разности потенциалов у самих олигодендроцитов, которые и обеспечивают всю эту намотку. На прошлой лекции был вопрос, как быстро вообще в принципе мы можем проводить этот сигнал. Например, у креветки Курума зарегистрирована самая высокая скорость передачи сигнала среди всех исследованных животных. То есть это значит, что возможно больше, но пока мы не знаем, у кого возможно. Но вот у этой креветки – да. Эта скорость равняется, она лежит в диапазоне от 90 до 200 мм в секунду, в аксоне толщиной 10 нанометров и покрытой 10-нанометровой оболочкой миеллина. В среднем же у позвоночных скорость передачи сигнала составляет 100-120 м в секунду. Дендриты – это другая морфологическая особенность нейрона. Что это такое? Дендрит – это разветвленный отросток нейрона, который получает информацию через синапсы, то есть это принимающая сторона. Она получает от аксонов. Также она может получать информацию от других дендритов, других нейронов или от тел клеток. В этом плане, в плане соединений, в реальной нервной системе все очень интересно. Не всегда у вас будет только один тип соединения – аксон-дендрит. Дендриты, по сути, являются теми самыми сумматорами входящего сигнала. Их форма и внутренний молекулярный состав обеспечивает разнообразие вычислительных и биологических функций, которые дендрит может выполнять в ходе обработки сигнала. Дендриты начинают формироваться после аксонов. То есть сначала формируются аксоны, а потом формируются дендриты. Они неразделимы с соматической цитоплазмой. Они имеют конусообразную форму, в отличие от аксонов, которые имеют цилиндрическую форму. А также, что очень важно, дендриты никто не миеллинизирует. То есть они все не миеллинизированы. Именно разветвленность дендритов отражает количество контактов, которые один нейрон может иметь с другими. Нейрон без дендритов, имея сферическое клетчатое тело, то есть просто представьте себе шарик. Если вы хотите увеличить количество контактов, вам нужно увеличить площадь. Что вам нужно делать? Вам нужно этот шарик просто увеличивать. И объем будет расти пропорционально. Дендриты являются вот этим самым расширителем тела нейрона без существенных увеличений объема. Так, 97% площади поверхности мотонейрона, например, исключая аксон, являются дендритной. На иллюстрации вот здесь вы можете видеть насколько морфологически разнообразны вообще в принципе дендритные деревья у различных типов нейронов. То есть вот это, например, на фигуре А – это клетка Поркинье, на фигуре Б – это мотонейрон спинного мозга, на фигуре С – это неостриатл спине нейрон, а Д – это локустынку и интернейроны. То есть вы можете видеть, насколько они действительно разные. А на анимации справа можно наблюдать реконструкцию звездчатого нейрона и его дендрит. Как мы видим, морфологически и дендриты, и аксоны, то есть именно морфологические отростки, они могут быть очень разными. Поэтому отсюда комбинаторно возникает и различие морфологического строения в принципе в целом нейрона. То есть у некоторых нейронов у вас могут быть дендриты, у некоторых нейронов у вас нету дендритов. При их классификации применяют несколько принципов. Учитывают размеры и форму тела нейрона, учитывают количество и характер ветвлений отростков, учитывают длину аксона и наличие специализированных оболочек. По форме клетки нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными и так далее. То есть там на самом деле вариантов формы тела может быть очень много. И различные варианты формы тела точно так же влияют на функцию нейрона, точно так же влияют на… В итоге мы с вами посмотрим, как они будут влиять на способы кодирования, как эти нейроны вообще кодируют информацию. По количеству отростков выделяют следующие морфологические типы нейронов. Это униполярные нейроны, это биполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны и мультиполярные нейроны. Мультиполярные нейроны преобладают в ЦНС. Униполярные, соответственно, содержат один отросток, просто аксон без… У него нет дендрита. Биполярные имеют один аксон и… Один аксон в данном случае направленный сюда. И, по сути, этот же аксон является проводником до сенсорного рецептора. А псевдоуниполярные, они вообще уникальны в своем роде. От тела отходит один отросток, затем он буквой «Т» разветвляется, и в одну сторону начинает развиваться аксон, в другую сторону начинает развиваться дендрит. Функционально, по положению в рефлекторной дуге, то есть по пути, по которому проходит нервный импульс при осуществлении рефлекса. А чтобы вы понимали, в нервной системе организма нет нейронов, которые куда-то не отправляют свой сигнал, то есть нет пустующих нейронов. Нельзя представить себе, что у вас есть в голове какой-то нейрон, который вот, о, вот это вот нейрон принятия такого-то решения. Нет. У вас все нейроны так или иначе имеют сенсорный вход, и так или иначе имеют моторный выход. Соответственно, их можно разделить на афферентные нейроны. Еще они называются сенсорными нейронами. К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, вот как здесь изображена, у которых дендриты имеют свободные окончания. Эфферентные – это как раз те самые моторные. То есть мы получили сигнал где-то здесь и передали его на конечную или на предпоследнюю по уровню клетку, которая должна выполнить уже какое-то действие. Интернейроны или ассоциативные нейроны – это группа нейронов, которая осуществляет связь между эфферентными и афферентными. Когда связь необходимо осуществлять между удаленными регионами, то такие нейроны принято называть проекционными. У них очень длинный аксон. И еще один, как говорят, the last but not least – это секреторные нейроны. Нейроны секретируют высокоактивные вещества, нейрогормоны, секретируют в кровь, в кровеносную систему. У них хорошо развит комплекс Гольджа. Аксон заканчивается аксуазальными синапсами. И нейронам, которые синтезируют гормоны, не нужна миелиновая оболочка. Почему? Потому что процесс транспорта визикул по цитоскелету аксона, в отличие от передачи потенциала действия, то есть эти нейроны посылают не импульс, а они транспортируют, транспортируют по всему аксону нужные вещества. И миелин для такого транспорта не нужен совершенно. Так, глиальные клетки. Для того, чтобы нейрону жилось хорошо, чтобы состав внешней среды был комфортным, импульсы по аксонам проводились быстро, другие клетки, и в том числе другие нейроны, не залезали на его территорию, на территорию этого нейрона, а также была охрана всяких нехороших внешних агентов, существует целый класс клеток, это нейроглия. Нейроглия или глия, просто глия, это совокупность вспомогательных клеток нервной ткани, составляет она 40% объема ЦНС у человека. По последним исследованиям, количество глиальных клеток в мозге человека примерно такое же, то есть примерно те же самые 40 на 60. У других видов млекопитающих млекопитающих это соотношение может быть другим, причем как в пользу нейронов, так и, насколько я помню, в пользу глии. Глиальные клетки имеют общие функции частично происхождения, исключение это микроглиальные клетки, которые по факту являются резидентными макрофагами ЦНС, то есть по сути они… Что такое макрофаг? Макрофаг – это клетка, которая способна пожирать бактерий. То есть это такая некоторая иммунная система у нас в мозге. Составляют эти клетки специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивают условия для генерации передачи нервных импульсов и осуществляют часть метаболических процессов самого нейрона. То есть некоторые синапсы, о которых мы поговорим чуть позже, химических синапсов, например, без глии некоторые синапсы вообще бы в принципе не функционировали. Соответственно, глия выполняет опорную, если коротко, опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функцию. От структурных единиц, из которых непосредственно состоит нервная система, мы потихонечку переходим к теме самой передачи сигнала. В этом разделе мы поговорим про основные типы соединений, их распространенность. Я расскажу, зачем нам больше одного типа соединений необходимо. Закончим небольшим описанием процесса возбуждения и торможения в нервной системе. Ключевую роль в процессах передачи нервной импульса играет синапс. Здесь обозначен химический синапс. О деталях мы поговорим чуть попозже. Что по сути собой синапс? Что является синапсом? Синапс – это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал эффекторной клетки. В ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. То есть это у вас не одна функция. Нельзя. Реально физиологический синапс нельзя описать одной функцией. Передача импульсов осуществляется химическим путем с помощью нейромедиаторов и электрическим путем. Непосредственно прохождение ионов из одной клетки непосредственно в другую. Наиболее распространены синапсы химические, поэтому на этом слайде он и изображен. И они составляют большую часть, существенно большую часть у млекопитающих, чем электрические синапсы. По действию их все можно разделить на возбуждающие и тормозные. Первые способствуют возникновению возбуждения в постсинаптической клетке, а вторые, напротив, прекращают или предотвращают его появление, то есть появление этого импульса. Препятствуют его дальнейшему распространению как на самой клетке, так и дальше. Обычно тормозными являются глицинергические и гомкоррогические. Это значит, что у них нейромедиатор, то есть молекула, которая содержится здесь и активирует вот эти рецепторы. Это глицин и гамма-аминомасляная кислота. Сродство к рецепторам гамма-аминомасляной кислоты и кислоты к гаммкоррогическим, к гаммкоррецепторам является этанол. То есть когда вы употребляете алкоголь, вы немножко тормозите часть своих синапсов, потому что алкоголь, игнорируя микроглию, спокойно проходит через гематоэнцефалический барьер и попадает вам в мозг. Тормозные синапсы бывают двух видов. Синапс в пресинаптических, это пресинаптическое окончание, это постсинаптическое, повторяя некоторые материалы предыдущей лекции. Синапс в пресинаптических окончаниях, которого выделяется медиатор, который воздействует на постсинаптическую мембрану, вызывающую возникновение тормозного постсинаптического потенциала, и аксоаксональный синапс, обеспечивающий пресинаптическое торможение. То есть, когда мы тормозим, когда мы другим аксоном подключаемся сюда, и в определенные моменты мы тормозим уже само окончание. Рассмотрим химические и электрические синапсы повнимательнее. Слева изображен химический синапс. У данного типа синапса роль посредника, то есть медиатора и нейромедиатора, нейротрансмиттера. Передача выполняет как раз химическое вещество. Состоит этот химический синапс из трех частей. Это нервное окончание с прессинаптической мембраной. Это, собственно, постсинаптическая мембрана клетки мишени. И это синаптическая щель между ними. То есть, не две, не четыре части, а три части. Собственно, у химического синапса вот эта щель равна примерно, лежит в диапазоне от 10 до 50 нанометров. В синаптическом расширении, то есть, вот, или в акциональной терминале, как еще можно это назвать, находится тот самый нейротрансмиттер, который упакован в визикулы. Или синаптические пузырьки. Значит, на постсинаптической, а часто и на прессинаптической мембране присутствуют рецепторы к тому или иному нейромедиатору, что позволяет варьировать способы изменения мембранного потенциала. О том, как это будет происходить в деталях, будет отдельная лекция. Ну, вот, там это будет с моделями того, как это можно делать. И, да, если мы имеем возможность модулировать, так скажем, способы передачи, то мы имеем возможность и, как бы, генерировать различные паттерны активности для одних и тех же нейронов. Значит, справа у нас находится электрический синапс. Это место высокоспециализированных контактов между нейронами, где происходит прямое протекание электрических токов из одного нейрона к другому. Вот синапс в данном случае состоит из щелевых контактов. В щелевых контактах мембраны в соседних клетках, собственно, сами мембраны находятся на расстоянии около 3-4 нанометров. То есть, в сравнении с 10-50 для химического синапса это практически никакой зазор. Электрические синапсы, одно из существенных отличий электрических синапсов, они могут проводить ток в обе стороны. То есть, химические этого делать не умеют. Он всегда идет от передающей к принимающей клетке. Собственно, само возбуждение происходит очень быстро. То есть, этот сигнал перетекает очень быстро. И сигнал на постсинаптическом нейроне не может быть больше, чем на прессинаптическом нейроне. Он может быть ему равен, но не может быть больше. Потому что, если по каким-то причинам его возбудил кто-то еще, и он станет больше, что вы думаете случится? Да, естественно, сигнал начнет передавать он ему уже, а не наоборот. Такие синапсы, на самом деле, встречаются довольно часто у животных, которым необходима способность развивать наиболее быстрый ответ, какой только возможен. Например, в случае срабатывания каких-то защитных рефлексов. И да, самое главное, ответ постсинаптического нейрона имеет тот же самый знак, что и изменение в прессинаптическом нейроне. То есть, если вы его возбуждаете, то есть сигнал возбуждающий, то будет возбуждение. Если будет тормозящий, то будет торможение. Электрические синапсы, как уже было сказано, характерны не просто для животных, а очень характерны для низкоорганизованных животных. В ходе эволюции доля электрических синапсов уменьшалась. И, например, в ЦНС млекопитающих, в том числе человека, на долю электрических синапсов приходится примерно 1% связи между нейронами. Подробнее про синапсы, нейротрансмиссию, способы моделирования химических синапсов расскажет Георгий Галумов в одной из следующих лекций. Там, на самом деле, еще очень много есть интересных моментов. Синапсы бывают не только такими, но это два основных типа. Я думаю, что мы слайд с Gap Junctions можем на самом деле опустить. Единственное, что Gap Junctions – это тот самый щелевой контакт. Он состоит, образует именно плотные каналы, через которые, собственно, и осуществляется перетекание ионов из одной клетки в другую клетку. Один интересный момент, который хотелось бы рассказать про эти каналы. Они могут закрываться и открываться не только под силами токов, но и они бывают специализированы, например, по типу ионов. То есть, если в клетке, допустим, повышается концентрация ионов кальция, повышение, очень сильное повышение концентрации ионов кальция говорит нам о том, что клетка перешла в одну из фаз программируемой клеточной смерти, так называемого терминологически апоптоза. То есть, это когда клетка сама или ей говорят ее соседи, что запусти-ка ты процесс саморазрушения, кнопка самоуничтожения. Вот наличие высокой концентрации кальция говорит именно о том, что такая кнопка была запущена. И если такая клетка соединена с другими клетками, вот с такими щелевыми контактами, нам, естественно, нужно как-то предотвратить, чтобы не пошла цепная реакция, и эта концентрация ионов кальция не перетекла вообще во все возможные клетки, с которыми данная соединена вот такими типами каналов. Это такой вот предохранитель, срабатывает предохранитель. Также они, вот эти вот входы, могут открываться и закрываться под действием других молекул, под действием изменения pH. Пропускают они через себя не только ионы, они могут пропускать в себя небольшие пептиды, нуклеотиды, некоторые сахара, и, что самое интересное, они могут пропускать РНК. То есть они могут непосредственно регулировать работу других клеток. То есть одна клетка может регулировать работу другой через своего рода такие каналы. И на этом слайде, это слайд из предыдущей лекции, но на нем показано разнообразие различных каналов, возможных типов связываний, как нейронов между собой, так и связи нейрон-глия, глия-глия и глия в неклеточное пространство. Такое многообразие контактов каналов позволяет поддерживать как гомеостаз среды, так и гомеостаз самих клеток. Также производить помимо кратковременных долговременные изменения, связанные с пластичностью как сигналов, так и нейронов в целом. Ну и давайте посмотрим на некоторый пример взаимодействия активирующих и тормозящих сигналов. Собственно, зачем нам могут понадобиться тормозные синапсы? Вот мы можем это рассмотреть на примере латерального торможения или бокового торможения. Что это такое? Это способность возбуждающего нейрона снижать активность своих соседей. Латеральное торможение запрещает распространение потенциалов действия от возбужденных нейронов к соседним нейронам. То есть нейрон B тормозит нейроны, ну по колонке, соответственно, смотрим, нейроны А и С, потому что его стимул был сильнее, а стимула клеток А и С недостаточно для того, чтобы пробить именно тормозящие сигналы нейрона B. Проявляется в основном латеральное торможение в зрительных процессах, в тактильной, слуховой и немного даже в обонятельной обработке. Визуальное латеральное торможение увеличивает контраст и резкость зрительной реакции. Явление наблюдается активно в сетчатке млекопитающих. В темноте небольшой световой раздражитель усиливает ответ от различных патрецепторов. Палочки в центре стимула будут преобразовывать световой сигнал дальше в кору. Тогда как различные палочки на внешней стороне стимула будут фасовывать темный сигнал в мозг именно из-за латерального торможения со стороны основного стимула. Именно латеральное торможение позволяет, например, крысам хорошо различать сигнал от каждого конкретного вибриса или хусика, что позволяет им ориентироваться в ближайшем пространстве без визуального подтверждения. И латеральное торможение возможно, когда структура нервной ткани однородна. Таким образом, тормозящий сигнал до ближайших соседей будет доходить без задержки. То есть вы не можете тормозить с тем же самым успехом нейроны, которые будут находиться не в непосредственной близости, а через два, через три нейроны, потому что здесь уже будут играть роль именно временные задержки. Так, что-то я после первого блока не попросил, совсем забыл спросить, есть ли у вас какие-то вопросы, но я сделаю это сейчас. Задавайте свои вопросы, если они есть. Потому что дальше у нас пойдет биофизика, там мы спустимся к физическим процессам по обоим блокам. Есть вопросы? Можно вопрос? Получается, что у аксона есть изоляция, а у дендритов нет. Это означает, что потеря информации со стороны дендритов не так страшна? Да. У вас, смотрите, наличие миелина у вас позволяет проводить именно сигнал сальтоторно. То есть от, посмотрим на перехваты ранвье, то есть от одного перехвата ранвье к другому перехвату ранвье. По сути, что это значит? Это значит, что у вас аксон может быть очень удален от тела нейрона. То есть когда вы говорите, например, о тех же самых проекционных нейронах, то аксон может точно сантиметры занимать. И для этого вам нужна вот эта вот обмотка, для того, чтобы этот сигнал не потерять просто пока он идет. Дендриты же находятся даже в сравнении с телом клетки. Они не распространяются настолько далеко, как аксон. И, соответственно, у вас вот эти потери на единичном синапсе, на единичном дендрите, они будут минимальны. Поскольку вам не нужно так далеко тащить этот сигнал. Тем более, что внутри клетки само именно по себе, то есть фронт распространения этого сигнала, сигнал распространяется электротонически. Давайте я, если кому-то этот вопрос интересует, я могу вам потом понакидать еще ссылок про электротонический способ передачи сигнала. Ну, в общем, идея в том, что, по сути, за счет того, что дендриты располагаются не так далеко от именно тела нейрона, собственно, от той точки, где возникает импульс, который будет передан дальше, то вам нет необходимости их миеллинизировать. Хорошо, спасибо. Да, я надеюсь, я ответил исчерпывающе на вопрос. Все, единственный вопрос. Я могу ехать дальше? Ну, раз никто не сказал, можно после лекции будет задать вопрос. Давайте детальнее посмотрим на систему передачи сигналов. Для этого нам понадобится заглянуть под капот клеточной мембраны и понять, из-за чего, собственно, этот самый потенциал возникает. Мы уже говорили такие слова, как ионы, ток, но давайте разбираться более подробно. Рассмотрим базовые понятия потенциала из, собственно, самой мембраны и поймем, за счет каких физических законов это работает. Ну и чуть коснемся биологических механизмов, без которых, собственно, такая передача была бы невозможной. Итак, на этом слайде представлены некоторые факты, которые, в принципе, ложатся в основу понимания физических процессов, с помощью которых эта передача нервного импульса возможна. Начинается все с мембраны и ее электрического потенциала. Вот кубический микрон цитоплазмы, то есть это то, что находится внутри клетки, внутри мембраны клетки, содержит примерно 10 в десятой степени молекул воды, 10 в восьмой степени ионов различных маленьких молекул и 10 в пятой белков. Мембрана клетки в данном случае будет работать как конденсатор. Она разделяет заряды, которые располагаются по обе стороны. Практически любая клеточная мембрана так или иначе будет за счет этого свойства иметь электрический потенциал, потому что у вас есть заряды с одной стороны, заряды с другой стороны. Обычно потенциал внутри мембраны меньше, чем потенциал снаружи. Дальше немножко еще рассмотрим некоторые способности биологии именно клеток. Эти потенциалы менять. В электрически возбудимых клетках, в нашем случае, нас интересуют нейроны. Именно эти свойства мембраны позволяют получать и передавать сигнал. Самый важный момент. Потенциал мембраны происходит только при помощи двух факторов. Это электрические силы и диффузия. Давайте тогда посмотрим на диффузию и на электрические силы отдельно. Начнем с диффузии. Диффузия – это процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого вещества, приводящий к самопроизвольному выравниванию концентраций по всему занимаемому объему. В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выровненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. При этом перенос вещества происходит из области высокой концентрации в область низкой концентрации, то есть противоположную направлению вектора градиента концентрации. Все виды диффузии подчиняются одним законом. Скорость диффузии пропорциональна площади, через которую процесс осуществляется, а также разности концентраций, температур или зарядов в случае относительно небольших величин этих параметров. Нас здесь температура будет интересовать не настолько сильно, но как пример, тепло, например, будет в четыре раза быстрее распространяться через стержень диаметром в 2 сантиметра, чем через стержень диаметром в 1 сантиметр. Второй момент – это осмос. Осмос – это процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону большей концентрации растворенного вещества из объема с меньшей концентрацией растворенного вещества. То есть что это значит? Если на этом рисунке вы уберете вот эту вот мембрану, то у вас молекулы сахара в молекулы воды будут распространяться в сторону наименьшей концентрации, то есть влево. Когда мы говорим об осмосе, и такая мембрана у нас существует, чтобы вот эту концентрацию выровнять, будут перемещаться молекулы воды, то есть молекулы растворителя сюда, создавая при этом вот по сути этот столб воды в данном случае, его можно, вот эту высоту, ее можно учесть в такой величине, как астматическое давление. Величина астматического давления, создаваемая раствором, зависит от количества, а не от химической природы растворенных в нем веществ. Чем больше концентрация вещества в растворе, тем больше создаваемое им астматическое давление. Давайте посмотрим, что это значит для живых клеток. Поскольку вот в клетках такой полупроницаемой мембраной как раз и является клеточная мембрана, она отделяет раствор внутреннего содержимого клетки от межклеточной среды. Модельным параметром клетки, на который влияет процесс осмоса, является как раз ее объем. Для каждой клетки есть значение объема, в пределах которых эта клетка вообще способна осуществлять нормальную жизнедеятельность. На иллюстрации видно, что будет происходить с клеткой в гипотоническом, в изотоническом и в гипертоническом растворах. Гипотонические – это когда концентрация растворенных веществ меньше снаружи клетки, клетка будет наполняться водой. Изотонические – это когда концентрации уравновешены и при некотором балансе вода будет то заходить, то выходить. И это гипертонический раствор, это когда концентрация растворенных веществ снаружи больше. Тогда вода из клетки уходит, клетка скукоживается. В одном случае мембрана клетки может повредиться, порваться, и такую клетку придется быстро и скоро уничтожать, вернее, все, что от нее осталось. В таком случае клетке тоже будет не очень хорошо. Значит, ионы, потому и называются ионами, что их заряд не является нейтральным. То есть предыдущее, все, что касалось химической диффузии, там мы говорили в первую очередь о нейтральных элементах. Мы должны учитывать, как только появляется заряд, мы его должны учитывать наравне вместе с концентрациями. Для этого мы будем использовать специальный термин, термин называем процесс, не процесс, это все-таки термин, электрохимический градиент. Что это такое? Это совокупность градиента концентрации и мембранного потенциала, который определяет направление движения ионов через мембрану. Состоит из двух составляющих, из химического градиента, то есть градиента концентрации, и электрического градиента, мембранного потенциала, или разницы зарядов, расположенных на противоположных сторонах мембраны. Градиент возникает вследствие неодинаковой концентрации ионов на противоположных сторонах водонепроницаемой мембраны. Ионы двигаются через мембрану из области, имеющую более высокую концентрацию в область более низкой концентрации, путем диффузии. Но также несут электрический заряд, который формирует электрический потенциал на мембране. Если существует неравномерное распределение зарядов по обе стороны мембраны, то разница в электрическом потенциале порождает силу, которая приводит к ионной диффузии, пока заряды по обе стороны не будут сбалансированы. На диаграмме видны ионы, пересекающие полупроницаемую клеточную мембрану. Видно, как ионы натрия, ионы натрия и ионы хлора движутся вовнутрь клетки, то есть вот интроцеллур, а ионы калия движутся в сторону вне клетки, стремятся наружу, для того, чтобы как раз выровнять концентрацию как по химическому градиенту, так и по электрическому. Существует вообще три типа проникновения веществ в клетку через мембраны. Это простая диффузия, но за счет того, что мембрана полупроницаемая, это очень-очень долго. Облегченная диффузия – это когда у вас есть специальные белки-транспортеры, которые транспортируют вещества из внутриклеточной, внеклеточной, внеклеточной, внутриклеточной. И есть активный транспорт. И поскольку ионы несут заряд, пройти через мембрану путем облегченной диффузии, то есть с использованием специальных белков-переносчиков, они не в состоянии. И перенос ионов через мембрану возможен двумя путями. Через активный или через пассивный транспорт. Активный транспорт – это перенос вещества через клеточную или внутриклеточную мембрану или через слой клеток, протекающий из области низкой концентрации в область высокой концентрации. То есть с затратой свободной энергии организма. То есть если диффузия из высокой в низкую, то активный транспорт делает это наоборот. И чтобы это вообще было осуществимо, для этого необходимо использовать энергию. Соответственно, а что является источником энергии вообще в клетках? То есть что как раз те самые электростанции-столовые, наши митохондрии, они производят? Они производят АТФ – это универсальная энергетическая клеточная валюта. Если вам будет интересно прочитать про АТФ поподробнее, то мы вам, соответственно, скинем. Но в целом ваше направление не очень предполагает, что вам нужны здесь какие-то дополнительные детали. Что делает этот ионный насос? Он три иона натрия меняет на два иона калия. То есть он берет натрий, который внутриклеточный, выкидывает его в неклеточное пространство, а калий, который вне клеточный, закачивает внутрь. И использует он для этого АТФ. Именно благодаря ионным насосам вообще и возможно создание разности потенциалов, до которой мы сейчас потихонечку дойдем. И второй, помимо активного транспорта в мембране, существует второй тип – это пассивный транспорт. Что это такое? Это простой перенос веществ из области высокой концентрации, в область более низкой. То есть то, о чем мы и говорили. Это диффузия и осмос. Осуществляется он с помощью специализированных ионных каналов. То есть диффузия будет и через полупроницаемую мембрану, но очень-очень медленно она будет проходить. Чтобы она проходила быстрее, в мембрану встраиваются специальные комплексы, называемые ионными каналами, которые, соответственно, и осуществляют возможность этого переноса. Значит, в основном они перекачивают ионы четырех типов. То есть дают возможность, вернее, пройти ионам четырех типов. Натрий, хлор, калий и кальций. Здесь кальций не указан, но кальций тоже. Функциональные ионные каналы группируются по способам их управления, по способам управления их состоянием. И первым является неуправляемый канал или канал утечки. Вторым является потенциал управляемый или потенциал зависимый. Третий – это легант управляемый или легант зависимый. И четвертый, о которых я скажу, это опосредованно управляемый, вторично управляемый. То есть вам сначала нужно на комплекс прицепить дополнительный белок, который вследствие этого изменит информацию основного рецепторного комплекса и позволит вам вообще его активировать или активировать другими способами. Точно так же потенциал и легант. И совместно управляемый. В качестве этого можно привести пример NMDA-рецепторно-канальный комплекс. Это когда… То есть в чем суть конкретно NMDA-рецептора? Они включаются только когда сама по себе разность потенциалов на мембране меняется. Только в этом случае они могут начать работать. Ну, то есть они активируются для того, чтобы их можно было включить и дальше, соответственно, выключить. Они являются достаточно очень интересными сами по себе и в плане моделирования, и в плане изучения, потому что, как говорят многие биологи, что вы никакое обучение не вот у реального живого биологического организма, у человека, не сможете нормально изучать, если вы не будете смотреть на NMDA-рецепторно-канальный комплекс. Значит, наиболее часто встречаются два типа каналов. Это леганн-зависимый и потенциал-зависимый. Вот на данной картинке изображены потенциал-зависимые каналы. Они отвечают за распространение потенциала действия, как и остальные каналы, но открываются и закрываются они в ответ на изменение именно мембранного потенциала. То есть у нас изменился потенциал на мембране, мы открыли, вот как на примере здесь. У нас канал закрыт, потенциал на мембране изменился, канал открылся, ионы пошли снаружи-внутрь, а потенциал достиг другого значения, то есть у нас произошло изменение потенциалов, и у нас этот канал инактивировался. Про типы состояний ионных каналов и их модели мы будем говорить на других лекциях. И второй – это леган-зависимые, то есть что их еще очень часто называют ионотропные рецепторы. То есть для того, чтобы эти рецепторы привести в действие, вам необходимо не изменить потенциал на мембране, а вам необходим тот самый нейромедиатор, про который мы говорили раньше, из химических синапсов. Вот здесь, например, показано, как ацетилхолин, нейромедиатор, садится, прикрепляется к рецептору, и дальше этот рецептор позволяет ионам натрия выходить, а ионам калия и ионам кальция заходить в внутрь клетки. И третий тип каналов – это каналы утечки. В принципе, обычно они находятся в открытом состоянии, постоянно пропускают через себя ионы за счет диффузии по градиенту их концентрации или по электрическому градиенту в обе стороны мембраны. Некоторые управляемые каналы различают вещества и пропускают через себя по градиенту концентрации только меньше какой-то заданной величины. То есть они бывают селективными и не селективными. Но это в целом касается и ионных рецепторов, и ионных каналов. То есть некоторые могут пропускать туда-обратно только ионы одного типа, а некоторые разные. Более подробно про каналы, структуру и способы их моделирования мы будем говорить в отдельной лекции. Это конец еще одного блока. Давайте вопросы, и мы перейдем к последнему. Вопросов нет. Неужели все все поняли? Это хорошо. Так. Давайте посмотрим, как же эти электрохимические свойства мембран можно представить в виде конкретных законов и взаимосвязей. Поговорим о ключевом уравнении, с помощью которого мы вообще можем выразить зависимость потенциала и концентрации иона внутри и вне клетки. Поговорим о равновесном потенциале и потенциале покоя. И самое главное, мы разберем, что такое потенциал действия, который является центральным понятием, когда речь идет о возбуждении нейрона. Начнем мы с очень интересной аналогии. Для того, чтобы понять, как возникают сами потенциалы, давайте мы посмотрим с вами на молекулы воздуха. Если мы поднимемся в горы, то плотность молекул, чем выше мы будем подниматься, тем она будет меньше. Происходит это потому, что молекулы имеют определенную массу, а следовательно, им приходится производить работу по преодолению сил гравитации. Благодаря температуре эти молекулы в принципе двигаются. В месте эквилибриума, здесь обозначено пунктирной линией, эквилибриум или равновесие, если по-русски, у вас всегда большая часть молекул будет находиться ниже, но всегда какое-то количество молекул будет существовать выше. Но при этом в целом перемешиваться эти потоки перестанут. Согласно распределению Больцмана, указанному здесь, плотность этих самых молекул пропорциональна вот такой величине. Е в степени экспонента в степени минус Е на КТ. Так, что здесь что? Н – это, соответственно, плотность, Е – это энергия, К – это постоянная Больцмана, Т – это температура. То есть здесь не меняется только К. Н – это постоянная Больцмана. Если вместо молекул воздуха мы возьмем заряженные ионы, то мы можем выразить их энергию через их заряд и потенциал, как указано здесь. Теперь, если мы знаем плотность, то есть ту же самую концентрацию ионов с одной и с другой стороны мембраны, то есть применим это теперь к нашей мембране, мы можем вычислить их соотношение и выразить через него разность потенциалов. Собственно, здесь вот на слайде и представлю такой вывод. Вот это наша разность потенциалов. И равна она вот это уравнение. Ионные насосы и каналы работают постоянно и создают ту самую разность в концентрациях внутри и снаружи клетки. Следовательно, и вот разность потенциалов, которые и описываются уравнением, вот этим уравнением, и называется оно уравнение Нернста. Для более удобных вычислений можно провести некоторые преобразования, выразить заряд и универсальную постоянную Больсману через постоянную Фарадея и универсальную газовую постоянную. И так, согласно формуле, разность потенциалов напрямую зависит от концентрации ионов снаружи и внутри. Вот таким в целом образом. Распределение Больсмана описывает как раз то самое равновесное состояние, о котором я говорил вот здесь, показывая на вот эту конкуртирную линию. Таким образом, потенциал Нернста, то есть вот этот потенциал, который и описывается уравнением Нернста, также его еще, ну, в принципе, его можно назвать равновесным потенциалом. И чтобы совсем вас запутать, я скажу, что еще этот потенциал называют обратным потенциалом. Обратный потенциал или равновесный потенциал это такое значение потенциала мембраны для отдельно взятого типа иона, и это нужно запомнить, что это все для каждого конкретного типа иона вычисляется по этой формуле, но эквилибриум у них будет разным, то есть равновесие будет разное. То есть, собственно, это такой потенциал, при достижении которого именно ионы этого типа перестают создавать поток как в одну, так и в другую сторону, то есть снаружи внутрь или изнутри наружу. Термины равновесный и обратный показывают как бы разные аспекты одного и того же явления. Как раз равновесный говорит нам о том, что прекращается сам поток ионов, тогда как обратный указывает на то, что изменение мембранного потенциала в любую сторону от этого значения вызовет поток ионов обратный этому изменению. Если вы посмотрите на значения равновесных потенциалов для каждого типа ионов, то обнаружите, что они могут очень сильно не совпадать друг с другом. Учитывая, что тип ионов в нейроне у нас не один, мы не можем оперировать каким-то одним равновесным потенциалом, что приводит нас к выводу, что равновесный потенциал мембраны в целом должен быть взвешен по этим типам ионов. И здесь мы переходим к уравнению Голдмана, Ходжкина, Катса. Да, этот потенциал как раз можно рассчитать, используя это уравнение. Оно концептуально похоже на уравнение Нернста, но учитывает несколько типов ионов сразу. Для того, чтобы рассчитать этот равновесный потенциал взвешенный, нам необходимо использовать такую величину, как селективность каждого типа ионов. То есть здесь она указана как P-Ion. При этом, как мы посмотрим в следующих лекциях, эта селективность не всегда является константой и может зависеть от изменения потенциала во времени. И эта селективность была именно зафиксирована экспериментальным путем для разных типов ионов, для разных типов каналов. Следует заметить, что, например, именно общий вклад вносят в основном ионы калия с некоторой поправкой на ионы натрия. Здесь у нас есть еще ионы хлора, но эти токи, движение ионов хлора, оно в принципе не очень сильно влияет на изменение потенциалов, на изменение разности потенциалов. Оно больше меняет в целом на сопротивление мембраны, именно на электрическое сопротивление. И в целом я вам покажу уже, наверное, на следующей лекции, я вам покажу модели, которые учитывают все типы ионов и в принципе покажу, что бывает, когда вы добавляете вычисления по ионам хлора. Значит, что же такое потенциал покоя? Это мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии. Он представляет собой разность электрических потенциалов, имеющихся на внутренней и наружной сторонах мембраны и составляет у теплокровных животных от минус 55 до минус 100 милливольт. Это именно для нейронов. В принципе, у нейронов и нервных волокон обычно он составляет минус 70 милливольт. Потенциал покоя формируется в два этапа. Первый этап – это создание незначительной, примерно в минус 10 милливольт, отрицательности внутри клетки за счет как раз работы калий натриевого насоса. То есть, где мы меняем 3 иона натрия на 2 иона калия. Таким образом, клетка теряет больше положительного заряда, чем приобретает, и в результате заряжается отрицательно. Но в целом работы только этих помп насосов недостаточно для того, чтобы опустить мембранный потенциал до минус 60, до минус 70. И в целом, чтобы вы примерно понимали, до 70% всех энергозатрат нейрона может уходить на работу вот этих натрия-калиевых насосов. До 70%. В результате такой деятельности этих насосов на первом этапе формирования потенциала покоя результаты таковы. У нас есть дефицит ионов натрия в клетке, у нас избыток ионов калия в той же самой клетке, и у нас появление на мембране слабого электрического потенциала в минус 10 милливольт, что происходит на втором этапе. Мы создаем тот самый потенциал покоя в минус 60, минус 70 милливольт. Создаем мы его за счет утечки из нее через мембрану ионов калия, то есть через те самые каналы. Ионы калия покидают клетку и уносят с собой из нее положительные заряды, доводя отрицательность до минус 70 милливольт. Итак, мембранный потенциал покоя – это дефицит положительных зарядов внутри клетки, возникающий за счет работы натрия-калиевого насоса и в большей мере последующие утечки из клетки положительных ионов калия. На слайде можно видеть, что потенциал покоя нейронов на самом деле не самый низкий. Глиальные клетки нейрон опережают по этому параметру. Но даже клетки, не являющиеся передатчиками сигнала с помощью изменения потенциала, как нейроны, мышечные клетки или глия, они имеют потенциал покоя ниже нуля. Это, например, ретроциты – это клетки крови, и это хондроциты – это хрящевая ткань. Получается, что всю работу мембраны вообще в принципе в части изменения потенциала можно попробовать представить некоторой электрической схемой. В данной схеме каждый компонент возбуждаемой клетки имеет свой биофизический аналог и называется такая схема эквивалентным контуром. Внутреннему липидному слою клеточной мембраны соответствует электроемкость С. А потенциал зависимые ионные каналы отвечают за нелинейную электрическую проводимость по натрию, по калию, по хлору и по кальцию. Что это значит? Это значит, что проводимость является потенциал время-зависимой величиной. Ну и мы подобрались к самому вкусному. Это краеугольный камень понимания передачи нервного импульса. Это потенциал действия. По определению, что это такое? Потенциал действия – это волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки, в нашем случае нейрона, в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к внутренней, в то время как в покое она заряжена положительно. Потенциал действия является физиологической основой нервного импульса. На данном слайде представлен приблизительный график типичного потенциала действия с различными фазами. Изначально потенциал мембраны нейрона равен потенциалу покоя, то есть на момент времени 0 до момента времени 1. Равен он минус 70 милливольт. В момент времени, равный 1 миллисекунде, на мембрану подается некоторый электрический стимул. В случае, когда стимул недостаточно большой, вот в случае 1 и в случае 2, изменения мембранного потенциала не преодолевают порогового значения в минус 55 милливольт. И без дальнейшего стимула потенциал вернется к значению потенциала покоя. Вот попробовали один раз простимулировать, не получилось, подали больше стимул, не получилось, и вернулись к обычному потенциалу покоя. В случае, когда стимула достаточно для достижения импикового значения, для достижения, вернее, не пикового, порогового потенциал, продолжает изменяться до достижения импикового значения, который, собственно, и называют потенциал действия. Дальше происходит такой же быстрый спад потенциала до значений порядка минус 90 милливольт. И медленное возвращение до значения потенциала покоя в минус 70 милливольт. Вот это называется рефракторным периодом. Значит, изменение потенциала мембраны в сторону увеличения называют деполяризацией, в сторону, как бы, по обратную сторону, в сторону уменьшения называют гиперполяризацией или реполяризацией. Очень часто вот до потенциала покоя называют реполяризацией, после называют гиперполяризацией. Но можно в литературе встретить и то, что, в принципе, все вот это отрицательное изменение называют гиперполяризацией. Значит, на слайде, вот на этом, можно увидеть схему, которая показывает, какие ионные каналы открываются и закрываются в процессе возникновения потенциала действия, До возникновения стимула натриевые каналы закрыты, а через калиевые ничего у нас не проходит. В процессе подачи стимула происходит изменение потенциала мембраны. И когда мы переходим в пороговое значение, в этот момент открываются натриевые каналы, которые начинают активно впускать внутри клетки натрий. В момент достижения потенциала действия устанавливается равновесное состояние по ионам натрия. Каналы закрываются. Вернее, они инактивируются. Это немножко другой процесс. Его можно описать марковской моделью. И дальше, поскольку нам нужно, мы находимся сильно-сильно-сильно дальше нашего порогового значения, но и дальше нашего эквилибриума, то есть равновесного потенциала и потенциала покоя. В целом, у нас продолжают работать наши калий-натриевые насосы, но и у нас продолжаются... Каналы, калиевые каналы, они открыты, и через них активно изнутри клетки в внеклеточное пространство эти ионы активно уходят. И мы видим вот это активное снижение, возвращение, вернее, возвращение потенциала до своего обычного потенциала покоя. Повторю, что изменение потенциала... А, нет, простите, это я не туда посмотрел. На схеме видно, в какие периоды, вот если мы посмотрим вот сюда, на эту часть, видно, в какие периоды способность нейрона к повторному возбуждению минимальна. То есть вот в этот момент она минимальна, в этот момент она высокая. А здесь в процессе возвращения из рефракторного периода к потенциалу покоя, вот эта вот способность excitability, к возбуждению, она потихонечку нарастает. Значит, по немиеллинизированному волокну потенциал действия распространяется непрерывно. Так, проведение нервного импульса начинается с распространения электрического поля. Возникший потенциал действия за счет электрического поля способен деполяризовать мембрану соседнего участка, то есть вот B, секция B, до критического уровня, в результате чего на соседнем участке генерируется новый потенциал. Сам потенциал не перемещается, он исчезает там же, где и возникает. Главную роль в возникновении нового потенциала действия играет предыдущий. По миеллинизированному волокну потенциал действия распространяется скачкообразно. Это уже в который раз повторюсь, так называемое сальтоторное проведение. Для миеллинизированных волокон характерна концентрация потенциалозависимых ионных каналов только в областях перехватов ранвьем. Здесь их плотность в 100 раз больше, чем в мембранах без миеллиновых волокон. В области миеллиновых муфт потенциалозависимых каналов почти нет. Ну, то есть внутри вот этой вот обмотки этих каналов практически отсутствует. Потенциал действия, возникший в одном перехвате ранвье за счет электрического поля, деполяризует мембрану соседних перехватов до критического уровня, что приводит к возникновению в них новых потенциалов действия. То есть возбуждение переходит как раз скачкообразно, делает сальто. В случае повреждения, то есть как бы система должна быть хоть как-то устойчива. Поэтому в случае повреждения одного перехвата ранвье потенциал действия возбуждает второй, третий, четвертый, даже пятый перехват. Поскольку электроизоляция, создаваемая миеллиновыми муфтами, уменьшает рассеивание электрического поля. И у нас, в принципе, осталось немножко времени. Я могу вам рассказать, какие техники существуют в мокрой биологии, чтобы измерить не только общий мембранный потенциал, но и узнать характеристики отдельных ионных каналов. Давайте я быстро про это расскажу. Значит, этот метод называется патч-клэмп. За него в 91-м году люди, которые немецкие исследователи, Эрвин Нейр и Берт Сакман, разработавшие методику эту, они получили Нобелевскую премию. С помощью этой техники можно определять как параметры мембраны и целой клетки, так и параметры самой активности. Например, частоту возникновения потенциалов и, например, паттерн появления этих потенциалов. На данном слайде представлены несколько различных вариантов протоколов данной техники, которые предназначены для различных наблюдений и измерений. То есть, чтобы просто вы понимали, вы можете сделать, например, селотач-рекординг, то есть просто присосаться к мембране электродом. И это позволит вам максимально физиологично померить, как текут токи. Но вы не можете контролировать раствор, который находится внутри клетки, тогда как внешний раствор вы великолепно, спокойно контролируете. И в том числе вы можете, вот две методики, inside-out и outside-out, позволяют вам вообще, в принципе, изучать динамику конкретных единичных ионных каналов. Что, соответственно, с помощью этих техник в результате эмпирическим путем были получены как раз те самые значения селективности и проводимости, которые легли в основу уравнений Ходжкина-Хаксли. Вернее, более поздних их версий. На сегодня у меня все. Было достаточно плотно. Если у вас есть желание задать мне еще какие-то вопросы по этой секции в целом, то welcome. Есть ли тут что-то в чатике? Так, ну, скажите, было понятно? Все понятно или ничего не понятно? Потому что тест будет. Ну, хорошо. Я буду расценивать молчание как то, что всем все было понятно. Всем большое спасибо. Если вопросов не поступает, то я думаю, что мы можем лекцию заканчивать. Спасибо большое и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok